Вы приехали к кому, ребят? Вы приехали ко мне в гости? Нет, иди, не бойся! Нормально, я поставил на предохранитель, так что не переживай. И в Алабаме даже самая захудалая бабушка может так вот взять свою сумочку и достать какой-нибудь пистолетик. Вау! Ничего себе! Какой-нибудь пистолетик! Да, он на предохранителе. Заинтриговала что-то она. Оу! Лак из трои? Да, но это хорщит! Хорщит! Да, заинтриговали на гидрой, вот одними какашками. Такое дерьмо я еще и курил. Да, ну как бы. Снизу не снимай, я толще кажу снизу. Я на запушу, а не в нем и в твои... Музыка Всем привет от Оксаны! Из Алабаме! Это они должны уже знать! Из Алабаме! Спасибо большое Оксаночка! Чудесная встреча! К нам приехали журналисты из Нью-Йорка! РТВА и телекомпания, всемирно известная транснациональная телекомпания, которая показывает свои великолепные программы специально для русскоязычных людей, живущих по всему миру. Представляете, Гарик мне написал, говорит, а я приеду в Алабаму! Я говорю, ну приезжай! Как Саня, из Алабамы! Вот так! Вот! И у нас для Гарика и его друга... Зала! Зал! Лучший оператор в мире! Лучший оператор в мире! Вот твои книжки! Не валяй дурака Америка! Спасибо огромное! В основном, юмористические рассказы, но есть грустные, но это все реальные события. Про меня, про первого мужа. Даже есть, говорят, дети, где мои дети, что-то я записывала смешное. Вот тот, который держит камеру, как ты сказал, когда я вырасту, у меня руки станут больше, у меня ноги станут больше и какашки тоже больше станут. Извини! Я все записывала, что я не говорю! Ой, у меня такие смешные были! Класс! Спасибо большое! Спасибо! Кофе можно что-нибудь? Я могу сделать кофе, у меня есть компот. У меня что-нибудь бум! Да? Хорошо, мы сейчас сделаем кофе. Кофе у меня... Я заварю настоящий. Можешь выключить? Так, это, как говорится, привет солнечной Алабаме от солнечной Франции. От солнечной Франции? А почему Франция? Потому что это Борзоу. Да! Это много людей. Это много людей. Это много людей. Есть, там, сидим, а то, что они не разбились. Это хорошо. Есть вопрос. В американцы и учился, как говорится, русский, или русский, учился по-английски говорить? Я русский. Я из России. Я из Горджии. Я из Грузии. Грузии. Да, Грузии. Из Грузии. Из настоящего Горджии. Да, это хороший человек. Английский хороший человек. Сейчас мы подарим нашим журналистам из Нью-Йорка вот этот вот подарок, который они никогда не видели. Пожалуйста, дорогие. Заинтриговала, что это у нас. НО! Лак из трой? Да, но это хорщит. 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 Это субьерные нагитые вошадники какашками. Такое дерьмо я еще не курил. Это сувенир. Только в Алабаме, да? Это правда в Алабаме так бывает. Вау. Майлдс. Хорщит. Покупайте молоко без лактозы, чтобы не пукать по вечерам. То есть у вас получается как оплачиваемая командировка, да? Или как? Ну, командировка, да. Да, командировка. Специально для того, чтобы снять Оксану из Алабамы. Наша дирекция, уважаемая, послала вот сюда. На, можно сказать, противоположный край Америки. Город Мобайл, штат Алабама, чтобы мы увидели Оксану. Ха-ха-ха. Спасибо. Так, как у нас тут? Фургончик. Удобненько все. Так. В зале. Может, Оксану вперед посадим? Дорогу и все. Хорошо. Нет, если ты хочешь снимать в дороге, то тогда смотри, как тебе удобно будет по кадру. Ну, короче, первое почетное… Я вперед тогда буду оговорить, куда вам, куда мы поворачиваем. Похерами. Ладно, давайте. Окей. У меня 8, да, ты говоришь? Да. То есть, у нас за 3 часа сейчас все успеет. Да, я думаю, мы успеем. 748. Так, давай поворачиваем направо. Местная алабамская штучка. Вареные орехи. Оксана, расскажи мне заодно, пожалуйста. Смотри, это же арахис, да? Да. А зачем варить, если это как фасоль? На кусок фасоль. Ну, это считается местная фишка. Ну, вот сколько это варится? Это варится 24 часа. Я вообще считаю, что это называется «Как сделать мертвую еду еще мертвее». А ты, честно, так, не надо вот, ну, все, ну, хотя бы пару минут, так вот это все стоит и все такое. Встань! Ну, как правильно снимать. Выгодно. Роллай. Погнали, да? Оксана, расскажи, пожалуйста, что такое быть алабанцем, алабамицем. Че? Джессов. 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 Как Джесси, но с эф. Джессов не кормит никого. Они просто к нему привыкли. Птица счастья завтрашнего дня. Может, они думают, что он их покормит? Прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Главное, чтобы костюмчик сидел. Непринужденно, легко и вальяжно. Все остальное, поверьте, неважно. Нет и не все, кто ж не видел. Главное, чтобы, главное, чтобы, главное, чтобы костюмчик сидел. Съемочная группа из Нью-Йорка к прямому эфиру готовится. Я их привезла на эту ферму, где мы обычно приезжаем. Вы можете сами собрать голубику. Пока вы ее собираете, вы можете наесться. Да, потом у вас будет понос. Сейчас будет прямой эфир. Самим собрать 10 долларов. Вам дадут там контейнер. Может собрать. Видите, сколько? Сока много. Говорит, привели нас, покажи нам Алабаму. У нас в Нью-Йорке ничего такого нет. Я говорю, ну хорошо, я вас привезу. Настраивать. Я не знал, что зонтик для этого понадобится. 31 мая, 39 градусов жары. Тридцать девять. Что-то мне жарко стало. И особенно может быть контрастные русскоязычные жители Алабамы. Алабамы. Вот в сюжете мы сейчас показывали и тех, кто живет в Хансвилле, и блогера, и писателя Оксану Алабаму, которая живет здесь, на юге Алабамы, в городе Мобиле. Оксана сейчас к нам присоединяется в прямом эфире. Оксана, я вот на какой вопрос для себя не до конца все-таки нашел ответ. Да, здесь многие любят оружие, многие его носят, потому что это право дарованной Конституции, дарованное штатом Алабама, как можно устоять, что называется, да. Люди говорят, что не охраняют дома, это нужно для спокойствия семьи. В то же время, допустим, в том же Хансвилле на севере мы видели фермера, который говорит, что у меня, может быть, он на камеру так говорил, если я правильно понял, в Алабаме тоже нельзя всем так верить на слово. Он сказал, что у меня дома вообще нет никакого оружия, ничего не боюсь, есть полиция, она меня защищает. Как ты относишься к этому? Всем привет от Оксаны из Алабамы, от иммигранта со стажем. Я в Америке 1998 года, автор шести книг. И в Алабаме даже самая захудалая бабушка может так вот взять свою сумочку и достать какой-нибудь пистолетик. Вау, ничего себе, какой-нибудь пистолетик. Да, он и предохранитель, это Браунинг. Да, потому что я риэлтор сейчас и мы вообще с мужем подрядчики. Иногда ты можешь попасть в районы, где все тоже вооружены и они тоже боятся за свою безопасность. А так ты ходишь, улыбаешься, все улыбаются. Некоторые говорят, что американцы, они лицемеры, потому что они улыбаются. На самом деле это социальный навык, потому что мы будем заголубаться и у каждого есть пистолет. Красотища какая! Пистолет в кобуре. Сейчас Станислав Кучер хочет задать вопрос, я чувствую, Стас. Ну я просто смотрю и восхищаюсь, я восхищаюсь и размерами пистолета, собственно говоря, и Оксаной лично, и риторикой Оксаны. Станислав Кучер восхищается Оксаной вами и вашим пистолетом. А вот меня интересует, Оксана, все-таки, вот вся ситуация вокруг дисбурса шло абортом. Она, Гарри, вы спросили все-таки, вот лично Оксану, это беспокоит или нет? Потому что либеральные штаты, они, послушать и мужчин и женщин в либеральных штатах, они просто в ужасе от того, что происходит. Я считаю, что Америка в этом смысле катится куда-то, ну не знаю, вот в России это называют православным талибаном, здесь это можно назвать, вероятно, христианским талибаном. А с другой стороны, я знаю консервативно настроенных христиан, которые считают, что Америка, а с ней весь мир катится в ад. Вот Оксана, судя по тому, что она говорит, не разделяет это мнение, она как-то еще легко и добродушно настроена. Оксана, как вы относитесь к недавно принятому в штате Алабама закону о запрете абортов? Вот ваша позиция. Моя позиция очень проста. Я считаю, что это закон придумали мужчины, чтобы контролировать женщин. Наверное, какие-то финансы, которые будут поступать для того, чтобы отказников воспитывать. Я считаю, что это сделать бедных женщин еще беднее. И я не верю в то, что Бог все так контролирует, как некоторые алабамцы думают, что если этот ребенок должен родиться, он родится. Я не думаю, что Бог сидит, как смотрит на землю все страны, это как сериал. О, изнасилование, ну-ка до конца досмотрим, ну-ка до конца сейчас душу туда. Нет, это неправда. На самом деле, Бог не занимается такими мелочами. Иначе, какой же он милосердный и любящий Бог? Ну вот, пожалуйста, говорят, что все жители штата Алабама, они сплошь консерваторы. Нет. Хорошо, ты сама себя считаешь человеком консервативных взглядов? По крайней мере, по твоему отношению к оружию, наверное, ты принадлежишь консерватору. Что ты сама думаешь, как бы ты себя позиционировала? И как тебе живется в Алабаме среди людей, воспитанных в баптизме? Ну, во-первых, я в Америке, значит, 21 год, Алабама Мошестов Шатат, я была замужем за американцем, была в пяти разных штатах вместе с ним, написала книгу «Америка, мать зовет», вопросительный знак. Я люблю Алабаму, это субтропики, я люблю жаркий климат, это во-первых. Во-вторых, мне нравится Алабаме история. Я знаю, что это мятежный штат, Монгомери была столица мятежников, и сюда привезли были первые рабы, здесь начались парады Мордигра, они в Новом Орлеане, и здесь есть музей у нас в Мобиле, посвященный этим парадам каждый год, я даже снимала на своем видеоблоге об этом. Мне нравится, что здесь много солнца, мы можем выращивать, мне не нужно разрешение выращивать там никакие огороды, никакой забор построить. То есть, да, в том-то консервативное, а в чем-то легко, у меня много знакомых, у кого курятник есть. То есть, я не могу сказать, что это прям консервативный штат, в чем-то тебе просто легко, ты можешь без всякого разрешения построить у себя какой-то сарай. Это касается людей взаимоотношений. В Нью-Йорке невозможно построить сарай или курятник. Дело в том, что очень часто, когда вы где-то общаетесь, к вам могут подойти незнакомые люди и спросить, познакомиться и спросить, какую церковь вы ходите. И могут позвать свою церковь. Светили Йог и Йоговы по домам могут ходить, стучаться. Ох, тебе влюбился. Кто? Во всяком случае, в моем кругу знакомых, мужик такой ведущий бизнесменов, риэлторов, мы вообще не поднимаем эти темы. Когда я спросила некоторых знакомых, я им сказала, что приеду журналист из Нью-Йорка, кто хочет дать интервью. Некоторые мне сказали, что они не поддерживают закон, но они никогда об этом не скажут в эфире, потому что они не хотят испортить репутацию, потому что они думают, что, мол, кто-то их увидит, и это повредит их бизнесу. Типа, мол, скажут, да, я не буду с ней работать, потому что она там против закона. То есть, поэтому для того, чтобы свой бизнес сохранить, люди англоязычные не хотят об этом говорить. Понятно, иначе у них будет репутация уже спорная в обществе. Пока-то не каждый говорит, я вдали от политики. Мне как-то, знаешь, сложно сказать, понимаешь, я никогда в Америке не делала аборты. У меня три сына, но я считаю, если человек хочет быть child free, или он чувствует, что он не потянет, вот, потому что по статистике, я смотрела статистику, только 10% всех изнасилованных, только 10% отказываются. Все остальные не могут отказаться. Гарри, как-то сами потом вынуждены поднимать своих детей. Гарри, спроси, пожалуйста. Оксана Алабама, блогер, писатель, автор книг и риэлтор была с нами сейчас в прямом эфире. Большое спасибо, Оксана. Гарри, я просто хочу, чтобы ты еще один вопрос, что Оксане задал короткий, а именно она сама считает, что такие, как она, это меньшинство или большинство в Алабаме? Вот среди ее знакомых такие, как она в большинстве или в меньшинстве? Среди ваших знакомых, Оксана, таких, как вы, людей, большинство или меньшинство? Большинство. Большинство. Потому что у меня знакомые есть риэлторы, финансисты, врач, массажисты, у меня есть русские, американцы, я вхожу в клуб Business Network International, туда ходит инспектор домов, допустим, бухгалтер, и все, и большинство, это все образованные люди, разумеется, вы поймете их речь, потому что они какие-то роднеки, мы собираемся там, и Новый год лет отмечаем, и я их кормлю русской едой, снимаю их на камеру, уже мои подписчики некоторых любят, и, то есть, и некоторые мне сказали, они, у меня сейчас мы клиенту одному делаем ремонт, красим ему дом, я клиента спросила, вот ты мне скажи, что ты думаешь про этот закон? Это мне американец говорит, это стюпид, это стюпид, и он считает, что нужно спариваться, и здесь, может быть, что у меня планки длинные, то есть, консервативные. Спасибо, и Алабама возможно заставит, проявит в очередной раз свой мятежный характер. Спасибо большое, Оксана. Спасибо, Гарри, спасибо, Оксана, я сейчас хотел, чтобы к нам еще присиделись. В гостиницу. Как называется гостиница? Огдеин. 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 Бассейн у нас есть. Нет, нет, нет. Смотрите, там был владелец, присутствовал, когда я ему сказала, что я блогер и привезла журналистов делать репортаж, если я ему напишу хорошую ревью на гугле, он мне лично подарил голубику, я вот дома ее переложила в этот контейнер. Я обычно сюда компот наливаю, в общем, так что голубика у меня есть. Итак, друзья, ссылка под роликом в комментариях на репортаж ведущего корреспондента RTVI Гарри Книгницкого и ваша любимая блогерша-писатель и рилдер-подрядчик Оксана Алабама. Итак, переходите на ссылку, заряжаю вас всех на хорошее настроение, здоровье, чтобы у вас все будет хорошо, побольше в жизни, прекрасных людей и лучших эмоций. Субтитры подогнал «Симон»